Продолжение следует... О том, чтобы Христос пожалел свое создание, потому что оно приближается к катастрофе. Пусть он божественным образом вмешается в эту безумную эпоху, которую мы переживаем, потому что мир ведут в смуту, в сумасшествие, в тупик. Бог призвал нас молиться о мире. Мире, у которого столько проблем. Несчастные люди. Они не успевают даже перекреститься. Если не будем молиться мы, монахи, то кому мы это оставим? Во время войны солдат находится в боевой готовности. Он уже в сапогах, он только ждет приказа. В таком же состоянии должен находиться и монах. Наш рассказ о великом старце Паисии, святогорце, подходит к завершению. Мы будем рады, если те, кто никогда не задумывался о духовной жизни, взглянет в свое сердце. А для тех, кто ведет духовную борьбу, битву, получит укрепление. Господи, благослови. В основу этого фильма положена книга «Житие старца Паисия Святогорца», написанная иеромонахом Исааком в 2004 году. Также в этот фильм включены свидетельства многих людей, лично встречавшихся со старцем Паисием и леживших рядом с ним. Вы услышите фрагменты текстов самого Паисия Святогорца и увидите места, где он жил. «Житие старца Паисия Святогорца» Был там у него кто-то из русских, и они разговаривали вдвоем. Русский плакал, а старец его утешал. Я же застал их в тот момент, когда они уже расходились. Старец еще пока оставался в атмосфере беседы с тем человеком и говорит мне, «Эх, человек очень хороший приходил и сильно переживает о России, где сейчас очень плачевная ситуация». Старец утешал его и сказал ему, «Не волнуйся, выправится Россия, и смогут русские вновь создать сильное государство». Судя по всему, это был период, когда пала советская власть, когда все было очень сложно, когда страна могла развалиться, когда навалились на нее те, кто готов был все скупить за кусок хлеба, за всякую безделицу. Судя по всему, до состояния разрухи. Ее мы и переживаем сейчас. Многим невыгодно, чтобы Греция существовала. Враги наши хотят нас разорвать, а друзья хотят нас себе подчинить. Но не надо переживать. У людей есть свои планы, а у Бога свои. В конце концов, говорил старец, интересы сильных мира сего сложатся так, что они нам помогут. Говорил, что будут воевать между собою, а в результате не смогут победить друг друга и скажут, что Константинополь не достанется ни вам, ни нам, но дадим его грекам. Таким вот образом войдет греческое войско в Константинополь. Без войны. Его нам отдадут. «Без войны». В то время я был преподавателем в Афаниаде, в церковной академии. То, что сказал мне старец по поводу Константинополя, я передал моим ученикам, ребятам, они детьми еще были. Как следствие, они захотели сами, своими ушами, услышать об этом. Группа ребят решила навестить его и отправились к его келье. Потом вернулись и рассказали мне о том, что с ними произошло. Пошли мы к его келье, но очень стеснялись его спросить. Один подталкивал другого, чтобы тот вступил в разговор, и никто не мог взять на себя смелость. Тогда старец и говорит, ну что с вами случилось, о чем вы хотите спросить меня? О Константинополе? Отдадут ли нам Константинополь? Нам его отдадут. Вы еще живы будете. Отец Паисий родом из Малой Азии, они были депортированы. Приехали в Грецию, а все изгнанники жили и живут единой мечтой – надеждой когда-нибудь вернуться на свои земли. Все это и дало нам основания полагать, что, вероятно, эта надежда и побудила отца Паисия к таким преувеличениям. Но сейчас мы видим, что события сами по себе развиваются именно так. Я в это верю, как бы оно ни казалось нам невероятным на настоящий момент. Поскольку мне он предсказывал многое, многие события, которые касались моей личной жизни. Мне сказал, что я женюсь, и у меня будет трое детей. Действительно, у нас родилось трое детей, хотя был момент, когда нам говорили, что мы не сможем иметь больше одного. Чудесным образом сложилась вся эта ситуация. Вот я и рассуждаю. Если в моей жизни, в моей маленькой жизни он предвидел столь незначительные события, то разве не смог бы он предвидеть события, которые касаются всей церкви и всего нашего Отечества? Старец Паисий постоянно нам напоминал, что с человечеством будут происходить великие вещи, которые определят свободу многих народов, веру многих народов. И он предсказал освобождение Кипра, которого мы все с нетерпением ждем. И он мне говорил, проблема у вас на Кипре духовная, она не политическая. И те монастыри, которые вы сейчас строите, или те старые монастыри, которые открываете, станут духовными базами. И эти базы заменят базу врага. Судьба мира зависит от нескольких человек, но Бог еще удерживает тормоз. Нам нужно много и усердно молиться, чтобы Бог вмешался в происходящее. Происходит великое волнение. Такая каша, голова у народа заморочена. Народ как пчелы. Если ударишь по улью, то пчелы вылетают наружу, начинают гудеть. И взбудораженные кружат вокруг улья. Потом они возьмут направление в зависимости от того, какой ветер подует. Бог в конце концов расставит все по своим местам. Но каждый из нас даст ответ за то, что он сделал в эти трудные годы своей молитвой и добротой. Все покрылось копотью, пылью и безразличием. Должно сильно подуть, чтобы стало чище. Важно сказать, что с нашей первой встречи со старцем Паиси он мне рассказал и о том, как именно я умру. Я не могу рассказать об этом публично. Меня это поразило, потому что он хотел подготовить меня к этому, чтобы я оказался готовым к такому призыву. Всю свою жизнь он помнил и размышлял о смерти. Он сделал свою кровать, похожей на гроб. Рядом с кельями, где жил, он всегда выкапывал себе могилу. Но сейчас намеками он стал говорить духовным чадом о смерти, приуготавливая их к предстоящему расставанию. Он говорил, когда разрушается дом, то есть заболевает тело, и сквозь крышу начинает течь вода, тогда хозяин этого дома, душа, уже не хочет в нем оставаться. Он приготовил прессованные крестики и иконки и написал записку, в которой просил после его кончины раздать их в благословение людям, чтобы они помолились за упокой его души. Вселенский Патриарх, узнав о состоянии здоровья старца, передал ему просьбу послушаться врачей и поехать на обследование. И удивительное дело, после этого на некоторое время кровотечения прекратились. С простотой старец спрашивал одного своего ученика. «Конечно, Патриарху я должен наказать послушание, но сейчас, когда кровотечения прекратились, разве я уже не имею права его уже не послушаться? Ты как думаешь?» Однако вскоре кровотечения возобновились. Каждый год старец праздновал память преподобного Христодула в одной находившейся по соседству келье, где жили его духовные чадо, монахи. В 1993 году, как обычно, он пришел в эту келью на престольный праздник. После праздника старец пошел в монастырь Кутлумуш поздравить игумена обители, архимандрита Христодула с Днем Ангела. На следующий день, 22 октября 1993 года, старец выехал со Святой горы, как он обычно это делал в последние годы, чтобы быть в монастыре Сурати, в день памяти преподобного Арсения Каппадокийского. Да, слушаю. Вам нужен доктор Бланзес? Да, минуту, он тут рядом. Меня зовут Георгий Бланзес. Я врач-хирург. Долгое время я работал в онкологии. Это была наша первая встреча со старцем. Маленькая келья, он улыбающийся, со светящимся лицом. Улыбку его вряд ли назовешь красивой, зубов не хватало. Но было в ней очень много добра. Настолько радушным и сияющим было его лицо. Следующая наша встреча состоялась после телефонного разговора с монастырем, когда мне позвонили и попросили приехать осмотреть отца Паисия. Он страдал от грыжи, которую не хотел оперировать. Старец обратился ко мне с просьбой. Хотелось бы, если это возможно, что-нибудь сделать, чтобы обойтись без операции. Я ответил, что существуют специальные пояса, которые можно попробовать, тогда и станет ясно. Конечно, я хочу попробовать этот ремень, будет ли он мне мешать. Естественно, в тот момент я подумал, что мешать он использует в том же значении, что и все остальные мои пациенты. Врач мне это мешает, а можно что-нибудь сделать другое, и тому подобное. Надели ему ремень, и неожиданно для меня он стал класть поклоны, знаете, низкие такие поклоны прямо к земле. Потом вскочил, улыбается, вот, мне совсем не мешает, я возьму этот ремень. Именно тогда я понял, что за помеху он подразумевал совсем не ту, на которую мне обычно жалуются. Не знаю, стоит, наверное, в этой связи сделать мысль на шаг к тому дню, когда мне привелось в последний раз увидеть его. Он позвал меня и сказал, что пора уже прекратить всякое лечение, и что он хочет побыть наедине с Богом. То, что уже успели сделать, мне вполне достаточно. Что случилось, спрашиваю я его. Не могу, хотел сделать поклон, и уже не смог. Разве это не тот самый момент, когда пришла пора уходить к Богу? Так поводом для нашего знакомства стала тема поклонов, и фигурально, и буквально прощались мы с ним точно так же. Он вызывал чувство доверия и среди простых людей, и среди ученых. Врачи-ученые, которые его лечили, им, как они сами утверждали, восхищались. Это был человек, который страдал из-за любви к Богу. Мы вот об этом говорим, для нас это скорее слова, а боль это очень тяжело. Старец говорил, предпочтем всему скорби, и принимать их будем охотнее, чем радости. Горькое лекарство зачастую лучше, чем что-то сладкое, поскольку способно лечить. Настоящая радость рождается из страданий. Да, это именно та палата. Та палата, в которой он лежал. Пожалуйста, не закрывайте дверь, мы хотим снять. Я узнал, что он был болен, страдал от рака толстой кишки. Мы его перевезли из реанимации в обычную палату. Я был рядом с ним, как его врач, как его хирург. В какой-то момент мы беседовали с ним о Богоматери. Возле него всегда была икона Иерусалимской Богоматери. Мы беседуем, он встает с кровати, чтобы взять в руки икону и показать мне ее вблизи, чтобы объяснить, какой он видел Богоматери. У него были еще капельницы подвешены, но он встал, подошел к иконе Богоматери, поцеловал ее и дал мне приложиться, а затем вернулся обратно. Я же с этими капельницами следовал за ним. Было ощущение, что его совсем не мучает боль, словно с ним ничего не происходило. Это был потрясающий для меня опыт. Сейчас вдруг об этом вспомнил. И перед тем, как старец лег на обследование и операцию, и в больнице, многие приходили, желая увидеть его, излить ему свою боль и попрощаться с ним. Эти посещения были источником дополнительного труда и страданий, в дополнение к тем, которые старец испытывал в своей болезни. Но избежать этих посещений было нельзя. Геронда, зачем ты оставляешь своих чад? Спросил его один человек. Ну, а что же? Дни и лет наших. В них же, седм, десять лет, столько и хватит. Геронда, почему вы не молитесь о том, чтобы Бог исцелил вас? Ведь мы в вас так нуждаемся, спросил другой. Что? Обманывать Бога? Ведь я же сам попросил его о том, чтобы он дал мне эту болезнь. Имело счастье ближе познакомиться с дедушкой у нас в больнице, в день, когда ему был назначен рентген. Поскольку господин Бланзас был на операции, мне было поручено сопроводить старца в кабинет врача. Нам удалось пообщаться на разные темы, среди прочих, и та, которая запомнилась мне особенно. Она касалась отношений супругов между собой. Старец сказал мне, хорошо, когда супруги имеют общего духовника. Как плотник шлифует дерево, так же и духовник сглаживает отношения супругов. Это наставление мне особенно запомнилось и глубоко сидит в моей памяти. Старец говорил, каждый человек либо зеркало, либо крышка от консервной банки. Если на него не упадут солнечные лучи, он не засияет. Приходят люди, говорят мне о своих страданиях, и мой рот наполняется горечью, словно я наелся горького лука. Но зато, когда приходит кто-то, чье состояние более-менее хорошо, или кто-то из тех, кто приходил раньше, и рассказывает, что его проблема разрешилась, я говорю, слава Богу, вот меня угостили кусочком халвы. Когда со мной делятся своей болью, даже на осколках стекла сидеть и по колючкам ходить не так чувствительно, если кто действительно страждет, то я готов и умереть, чтобы помочь ему. Пусть люди себе не думают, что болезнь как-нибудь поверх него прошла, или что у старца не было никаких желаний, или что он не хотел пожить еще немного. Он хотел жить, чтобы, наверное, еще поделиться любовью с людьми. Он все пережил, как простой человек. Испытал он и чувство боли, но старался не жаловаться. Боялся. Боялся, чтобы люди не приписали ему тех свойств или способностей, которые были за пределами его собственных сил. Всякая благая мысль, которая приходит человеку свыше, от Бога. Наше только то, что идет у нас из носа при насморке. Отсюда, из нашего города, была организована группа на двух автобусах, чтобы поехать за благословением отца Паисия. И в конечном счете нам удалось к нему попасть, когда старец был тяжело болен и проходил лечение, находясь в монастыре Сурати. Мой друг начал усердно молиться, чтобы увидеть старца, поскольку его тяготили серьезные проблемы. Монахиня ушла, но вскоре вернулась и сказала, что, к сожалению, старец очень плохо себя чувствует. Состояние его действительно тяжелое, и принять он их не сможет. В тот самый момент, как мне рассказывал мой друг, произошло нечто очень потрясшее его воображение. На небе, прямо над церковью, он увидел благословляющего их старца. В тот момент он потерял дар речи, старец словно летел по небу, парил прямо над церковью. Но когда мы сели в автобус, какие-то паломницы стали делиться с другими увиденным. А вы видели старца? Мы его видели. Он был над церковью, благословлял нас. И тогда я понял, что видел его не один. Он никогда не философствовал, не делал из себя святого, который обо всем знает. Прежде всего, он самого себя подвергал испытанию, только потом готов был поделиться своим опытом. Иначе говоря, его отличительной чертой было исключительное знание себя самого. Он знал, кто он такой и чем может помочь людям. Из книги эйромонаха Исаака «Житие старца Паисия Святогорца». Глава 13. Болезнь и блаженная кончина В день памяти святой великомученицы Ефимии 11 июля Нового Стиля в понедельник старец причастился в последний раз в жизни. Он причастился в келье, стоя на коленях, на кровати, потому что пойти в церковь уже не мог. Он прекратил принимать людей. Зная о приближающейся кончине, он не желал, чтобы даже сестры входили в его келью. Когда ему что-то было нужно, он стучал в стену и звал ухаживающую за ним сестру. Он хотел быть один, неотвлеченно молиться и более тщательно подготовиться к своему исходу. В естественных человеческих нуждах он до конца обслуживал себя сам. Его страдания были невообразимы, однако он был радостен и мирен. Его последняя ночь была мученической. В боль он призвал Пресвятую Богородицу. «Сладкая моя панагия», говорил он. Потом потерял сознание и около двух часов был без чувств. Придя в себя, он угасающим голосом произнес «Мученичество, настоящее мученичество». Был вторник, 12 июля 1994 года по новому стилю. 11 часов утра. Старец был погребен за алтарем храма преподобного Арсения Каппадокийского, о его кончине и погребении никто не узнал. Такова была его воля. Он хотел, чтобы его похоронили тихо и незаметно. Через три дня, когда о его кончине стало известно, началось невообразимое. Толпы людей со всей Греции приезжали поклониться его могиле. Любовь и благоговение к старцу были неподдельны. Одни призывали его как святого, другие, от благоговения брали землю с его могилы. Люди, имевшие что-то из личных вещей старца, считали это великим благословением. Понагуда, келья старца на Святой Горе подверглась благочестивому разграблению. Паломники подлезали под сеткой забора и карабкались на балкон, желая иметь благословение от старца. Люди расхватывали все, что попадалось под руку. Кружки, ножи, деревяшки, пыльные коврики, веревки, бумаги и даже пеньки, которые он использовал вместо стульев. К таким действиям никто никого не призывал и не подталкивал. Это было стихийное выражение любви. Субтитры создавал DimaTorzok Позвонил мой сын Филипп и говорит он мне, как звали твоего друга? Я говорю ему, Арсений Эзнепидис или Аверки Эзнепидис. А он мне говорит, я именно поэтому тебе звоню, потому что Арсений Эзнепидис, Аверки Эзнепидис и Паисия Эзнепидис это одно лицо. Я говорю, сын мой, ты нашел его? Да, говорит. И где же он? Он умер. В этот момент трубка выпала у меня из рук. К счастью, рядом стояло кресло и я сел в него. Я слышал, как в трубке сын кричал, но у меня не было сил ее поднять. было двенадцать часов дня. С двенадцати часов дня до двенадцати часов ночи я плакал непрестанно. Простите. Вечером, в двенадцать часов ночи, где-то в пол первого, я чувствую благоухание. Не такое, как от ладана, не какой-то обычный запах, а такой прекрасный аромат, от которого ты чувствовал себя радостным. наполнял аромат этот тебя радостью. И потом вижу свет, очень сильный, белый, который перекрыл свет электрической лампочки. И вдруг сверху я вижу, что явился он. Появилось полукруглое облако, а на нем святой Арсений и Паисий. И Паисий говорит, ты почему плачешь? Я говорю, потому что я столько лет тебя искал. Я не нашел тебя. А он говорит, ну вот, я же пришел, не плачь. Он говорит, я пришел, но я пришел забрать твою жену Парфенопу. Я говорю, оставь Парфенопу. Меня забери, потому что мне очень больно. А он говорит, я тебя не оставлю до самой твоей кончины. Я поднялся на кровать, чтобы схватиться за облако, но облако поднималось выше, и в какой-то момент пропал и свет, и облако, но благоуха не осталось. Я пришел сюда, в церковь, к игумену, который здесь был, и говорю, я видел то и то, а он говорит, это сон был несчастный, потому что ты его очень любишь. Я говорю, нет, это не сон был, ты же ко мне заходишь домой. Ну вот, пойдем сейчас, и понюхай, какое прекрасное благоухание осталось. Больше нигде его невозможно почувствовать. Ну ладно, он говорит, хорошо. А когда я увидел то облако, после этого я должен был зайти на следующий день на рынок, ну вот здесь, рядом с морем. Я поднимаюсь наверх на рынок, а там была женщина, которая до сих пор еще жива, и она это помнит. Ее зовут Панайота. Она очень любила мою жену, они были двоюродными сестрами. Я спрашиваю, где же Панайота? А она внутри. Я ее позвал, говорю, Панайота, иди сюда, сегодня Парфенопа умрет. Сказал и пошел. Не прошел еще 10-15 метров, как она мне вслед кричит, господин Дзекос, а я-то думал, что вы серьезный человек, а не такой. Ну, я говорю, ладно, посмотрим. И в тот же день, в два часа дня, Парфенопа умерла от сердечного приступа. Старца Паисия после его смерти я лично не видел, как моя жена. Она всегда с ним разговаривает. Я один раз только его видел, где-то год назад или два. Я точно не помню. Я видел, как он уходил, подобрав свою рясу. Уходил от меня вдаль. Я догнал его и говорю ему, брат Паисий, потому что мы с ним так именно обращались друг к другу, почему ты такой расстроенный? Как же мне не быть расстроенным? Ты что, не видишь, что про меня пишут? Не видишь, что пишут в книгах? Все, что угодно пишут. Пожалуйста, поверните эту вещь, Николас. Да, да. Вот так хорошо. И у Старца это было лет, может быть, с 8-9. 30 лет, наверное, у него это было. Не знаю. 25-30. У него все время это было. Оставил в стамионе, а потом мне это отдал один старец как благословение. Да, это он сам. Сам мне отдал. А у Старца просили всякие вещи, а все, что у него просили, он с большой любовью отдавал как благословение всем. У него ничего не оставалось. В келье Честного Креста была дырка, в которую старец вставлял этот камень, потому что змеи заползали в эту келью, и он закрывал эту дырку, через которую заползали змеи. Он их мог кормить, а потом они уходили, и он закрывал дыру камнем. А это изобретение Старца. Но это было у него до 1900, не знаю, пока он не умер. Перевозил там дрова, камни, привязывал на шею и вез за собой. Парень один тащил эти санки и не мог сдвинуть. Ему говорит старец, Димитракис, очень тяжело тебе, да? А он говорит, очень много нагрузили, слишком, слишком много камней. А старец подошел и раз, вот так толкнул, и санки поехали сами наверх. Никогда не использовал средства технологии. Он был против обмерщения святой горы Афон. Никогда техническими средствами не пользовался, даже гвоздя никогда не забивал в стену. Субтитры создавал DimaTorzok Желанием его было вернуться на святую гору, поскольку традиция говорит, что каждый агиорит, когда умирает, должен вернуться на святую гору, то есть быть погребенным на святой горе. С отцом Паисием такого не произошло, хотя сам-то он хотел. Когда так сильно усугубилось его состояние, то было уже невозможно перебраться на святую гору. Был только один вариант, отправить его туда вертолетом, чего он, разумеется, не желал. Не хотел он этого. И в последние дни своей жизни сказал, что будет похоронен в Сурати, там, в монастыре. И даже дал наставление, в каком месте должна быть могила, какой глубины и как все должно быть совершено. написал эпитафий, который сейчас на его могиле, и оставил указание, чтобы не делали эксгумацию его мощей, чтобы не откапывали его останков. Так отец Паиси оказался погребен в Сурати, там он и останется. Могила его проста, сверху на ней только песок. Конечно, с того времени, то есть с 1994-го и до сих пор, самое, я уверен, обширное паломническое движение в Греции, это могила отца Паисия. Сюда, удивительным образом, во всякое время года, зимой, летом, весной и осенью, каждый день сотни человек у его могилы. Все это показывает, что общество не сомневается в его святости. Отец Паисий был суперсвятым. Говорят, что в этом году 80 тысяч паломников пришли в день его памяти, день его кончины. Когда мы едем в Сурати, 4 автобуса, 5 автобусов едут. Все, кто верит, уезжают. Едут к отцу Паисию. И в этом месяце снова поедем. Те, кто его любит. КОНЕЦ Он был тем человеком, который в действительности многих привел ко Христу. Нет в отдельности духовности монашеской и духовности мирской. Там, где ты поставлен Богом, там можешь быть и святым. Как говорил святой Иустин Попович, серб, «Если ты учитель, будь святым учителем. Если ты мастеровой, будь святым мастеровым. Если ты монах, будь святым монахом. Если ты журналист, будь святым журналистом». И сейчас мы видим, как Бог собирает людей персональными повестками, подобно тому, как рассылают такие повестки военнообязанным перед началом войны. И так, каждый раз, когда я к нему обращаюсь, он всегда делает то, что я прошу. В 2004 году я с той стороны заходил, смотрю, женщина идет с мужчиной. Эту женщину звали Пеппи, а мужчину – Сутирис. Их дочка два года была больна раком. И в конце ее уже отправили из больницы домой, чтобы она дома умерла. Она ничего не ела и даже воды не пила. Я помочь хотел, я постился. День ел, день совсем не ел. Совершал ночное бдение через день или подряд две-три ночи совершал бдение. И на 20-й день, 20-го мая, мой организм был уже полностью истощен. Я сел посреди кровати, хотел прилечь, и вдруг увидел такой свет и благоухание такое. И явился он ко мне и говорит, у Христины нет ничего, иди скажи это. И я на следующий день это сказал, а вечером Христина попросила воды. Ей сейчас 27 лет. Сейчас она должна второго ребенка родить. и пригласила меня, но я не могу поехать. Это не я делаю, это святой. Я только молюсь. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как проехать в Сурати? Вам нужен монастырь? К старцу Паисию? Да. Мы были вместе с супругом и пошли поклониться могиле старца. Я вам уже говорила, что старца ее любят настолько сильно, даже больше, чем собственного отца. Я чувствую его настолько родным для нас человеком. Он всегда в нашем доме. И его присутствие очень явно. Мы пошли к его могиле. Было очень раннее утро, немного моросил дождь, народу никого не было. Нам открыли, и мы ждали. Сестры нас хотели угостить кофе. Я собралась проститься и еще раз подошла к могиле. Я встала на колени рядом с могилой и подумала, раз уж нет никого, то воспользуюсь случаем и возьму немного масла из лампадки и помажу им части, которые беспокоят. Я опустила руку в лампадку, случайно задела фитилек. Он утонул и погас. Я сильно запаниковала. Как мне быть, я же погасила его лампадку. Ворачиваясь, посмотреть на лампадку и слышу звук пых-пых. Лампадка зажглась. В тот самый момент я засомневалась. А что, если у них есть специальный автоматический механизм, чтобы не... я так и подумала. Я начала плакать, я чувствовала его присутствие. Потом я, конечно, спросила об этом и самих сестер, но они мне подтвердили, что, естественно, нет никакого механизма. Там просто фитиль, ничего другого. Здесь в жизни прервалось земное последнее дыхание. И Бога молит ангел мой души во оправдание. А рядом мой святой одет в небесной одежды, душе вымаливая свет спасительной надежды. Где светлая Мария, святая панагия. Монах Паисий святогорец. Паисий святогорец. Монах Паисий святогорец. Монах Монах Паисий святогорец. Монах Паисий святогорец. Монах Я, монах Паисий, рассмотрев свою жизнь, увидел, что я приступил все заповеди Господа, что я совершил все грехи. И не имеет значения, если некоторые из этих грехов я совершил в меньшей степени, потому что у меня совсем нет смягчающих обстоятельств, поскольку Господь оказывал мне великие благодеяния. Молитесь, чтобы меня помиловал Христос. Простите меня, и да будут прощены мною все те, кто считает, что чем-то меня огорчили. Очень благодарен и снова прошу, молитесь. Монах Паисий А моя любовь к вам, к счастью, такого рода, она духовна, подобно ангельской. Для нее не существует расстояний, и связь между нами не прервется ни в этой жизни, несмотря на то, что мы находимся вдали друг от друга, ни в жизни будущей, лежащей в еще более дальних далях, которые тоже станут близкими, потому что нас соединяет любовь, Христос. Из письма старца Паисия от 17 сентября 1975 года. Расскажу вам об одном очень большом духовном подарке, который он сделал мне незадолго до своей смерти. Я иногда забирал его со Святой горы, и мы ездили в Сурати. Расстояние на 2-3 часа пути на машине, в зависимости от скорости. По дороге мы с ним всегда общались, обсуждали разное. В какой-то момент я спросил его, отче спрашиваю, а Бог, Он какой? Расскажи мне что-нибудь о Боге, какой Он из себя. О чем я просил его? Я просил рассказать мне что-нибудь совсем чуть-чуть. Бог, мол, Он вот такой, Он же вообще ничего не ответил. Но склонил свою голову и начал молиться. Молился он недолго, меньше одной минуты. Вдруг неожиданно, словно разверзлось небо, раскрылась моя душа. Я вел машину. Место было высокое, серпантин. Неожиданно я начал чувствовать Бога. В машине, в самих холмах, в звездах, в галактике. Повсюду я ощущал Бога. Я раньше испытывал беспокойство по поводу всего происходящего вокруг нас, в мире, как и что с нами будет. В тот момент я понял, что все это в руках Бога. Ничего, даже маленький листок не шелохнется без воли самого Бога. Чему здесь в первую очередь восхищаться? Столько лет с тех пор прошло, а я все задаюсь вопросом. Кем же он был, этот старец? Какое дерзновение имел перед Богом? Одной краткой молитвой мог делать такие дары. Сложно говорить о святых. Нужно, говорят, самому быть святым человеком, чтобы говорить о святости. Человек уже сам по себе должен обладать каким-то опытом божественной благодати. Если нет такого опыта, то подобные вещи будут казаться совершенно невероятными, будут восприниматься на слух как преувеличение. По моим же личным ощущениям, все, что я успел вам рассказать, это лишь самая малая часть. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...